вот так выглядят наши сейчас стеллажки с мясом свинина говядина индейка курица и утка друзья снова всем привет я рад вас снова приветствовать на своем канале и вот вы видите за моей спиной наконец-таки подходит сезон по одной из наших основной бизнес-идей а это производство сыровяльного мяса за моей спиной вы видите 250 килограмм сыровяльного мяса и за второй моей спиной вы видите еще 250 килограмм сыровяльного мяса проснулись москва и питер сейчас я об этом поподробно расскажу появилась у нас два новых дилера из москвой мы заключили уже есть подписанный договор дистрибьюции заказчик называет объемы 4 тонны в месяц я очень надеюсь что благодаря нашей продукции наш теперешний нынешний партнер из города москва сможет выйти на такие объемы и в том числе мы выходим на такой объем благодаря тому что закрыли турцию по крайней мере до 1 июня как вы все знаете из новостей и очень резко взлетели цены на жилье на черноморском побережье соответственно людей будет очень много людей которые будут купаться людей которые будут пить пиво людей которые будут есть мясо друзья теперь касаемо нашего партнера из санкт-петербурга буквально две недели назад кстати посмотрев наши ролики найдя меня на канале лично для меня вышел директор пивной сети которая называется хмель и солод ссылочку на их сайте обязательно оставлю в описании директор лично связался со мной проявил заинтересованность по распространению и продажи перепродажи наше сырояльного мяса мы заключили с ними договор сделали уже первую тестовую пробную отгрузочку и буквально со дня на день появится на полках магазине и уважаем подписчики все кто проживает в городе санкт-петербург вы сможете с легкостью приобрести нашу продукцию если это вам конечно интересно в одном из сети магазинов хмель и солод кстати можете обратить внимание что некоторые куски мяса висят вертикально основная масса мяса висит горизонтально на двух стеллажах а 30 килограмм висит вертикально на вот таких вот ниточках друзья если у кого-то есть загадки почему мы повесили курицу какое-то количество именно вот так мне было бы интересного вы со мной поделились вашим мнением посмотрим кто из вас отгадает очередную загадку докупили мы два вентилятора абсолютно новых вот он один старый вот он один новый на полу нас лежит пленочка для того чтобы можно было своевременно менять естественно с мяса все капает на пол вентиляторы мы вот эти покупали по 1800 вчера я вот эти купил по 3 800 подорожали на 2000 ну как и все собственно как и все остальное подорожало если кому-то интересно вот так выглядят вентиляторы для наших целей это 70 ваттные вентиляторы с металлическими лопастями с четырьмя скоростями так они обдувают наше мясо так как у нас стоит задача выйти на сезон где-то на 5 минимум тире максимум 10 тонн именно поэтому мы сейчас сейчас очень оперативно приняли решение о модернизации скажем так нашего производства и изготовлению отдельного помещения которое я ранее в роликах рассказывал который будет находиться вот здесь вот вы видите мы сделали уже подготовительные работы для кровли 7 ручьев с шагом 60 сантиметров дюймовка сотка ширина дюймовка толщина две досочки с перехлёстом ушло сюда 66 досок вообще ушло 69 купили мы ровно куб куб леса 13 500 на сегодняшний день в краснодаре получается по длине 30 метров 30 на 7 210 метров 210 в два слоя 420 метров разделить на 6 по моему получается там 70 досок ровно кубе 66 вот 4 доски мы добавили своих все теперь следующий этап укрываем кровлей понедельник то есть завтра приезжают листы материала и мы металла прошу прощения мы буквально за один день обшиваемся и начинаем делать специализированное помещение для производства сырояльного мяса которое будет соответствовать всем нормам и требованиям пожарной безопасности санитарно-эпидемиологическим и так далее друзья теперь давайте посмотрим что у нас происходит цеху как вы видите у нас здесь прошлый ролик назывался завал сейчас продолжение нашего завала у нас теперь завал в квадрате у нас сейчас понедельник будет отгрузка поэтому мы завезли матрасы топеры приехали к нам уже стулья подготовили мы боксы понедельник будем отгружать заявку на миллион шестьсот по моему она у нас была так выглядят стульчики если кому интересно стульчики мы эти продаем по три с половиной тысячи рублей это массив бука мягкая сидушка из рогожки мягкая спинка из рогожки приехала нам очень много поролона вот этот розовый это для производства топера в который мы будем сами шить вот этот поролон это на 180 диванов матрасы и топеры топеры кто не знает это такой широкий тоненький матрасе для того чтобы нужно было делать из двух кроватей маленьких одну большую и чтобы не было между ними промежутка хорошие матрасы на независимом пружинном блоке кстати если кому интересно такой матрас стоит 13 с половиной тысяч рублей один у него размер 2 на метр шестьдесят толщина по моему 19 сантиметров у него независимый пружинный блок с двух сторон натуральный кокос вот так все это дело выглядит поролона к нам приехала на сто девяносто девять тысяч полную газель мы вчера выгрузили вот так выглядит 150 тысяч поролоновом эквиваленте друзья ежедневно практически со мной связываются том числе и подписчики те которые нас смотрят и просто зрителей с рекламы находят и сарафана радио и сайта и так далее буквально вчера позвонил написал человек человек проживает городе анапа на пути черноморска побережья для тех кто не знали на это не наверное знаете от человека из выходы на первые розы торговые точки который находится на берегу Черного моря человек заинтересован в распростран и нашего социального мяса вот в años заинтересованность друзья я вас всех призываясь кому то интересно если у вас есть какие то выходы на на какие-то пивные сети, на какие-то пивные точки, будь то Анапа или Крым, Симферополь или Байкал. Друзья, давайте поработаем, пишите мне в личку. Вот такой на сегодня был информативный, интересный ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями. Я вам всем, как обычно, желаю крепкого сибирского здоровья. На этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok